бежать шапан он появляется но сейчас пик у вп мне нравится в разы больше потому что я знаю как он будет работать как он должен работать у компас пока непонятно ни черта вообще да ну что ж мало ли мало ли вот вот набирали бредятины а сейчас возьмут и победят поехали посмотрим к чему приведет это бредятина горец играет на думе артес снайпер год дэм эрс шейкер фи соломеку шаду димон и джет играет на вайпере команда виртус pro год skyras мейдж сидуха на кентаври бзз рейзор жотом на потме и ел играет на шаду шамани это будет мид skyras маг с керри разором что ли ну по ходу да по ходу так и получается и у нас кажется будет сейчас первый контакт в доме да контакт в доме ару попадает по думу стрелам и фиссура отличнейшая фиссура но держит горца идет неплохой подсейп выживет ли горит землю прожимает но дамаги слишком много но дамаги слишком много много ранжевиков и первая кровь пролита командой виртус про и они вот такие довольны отправляются сейчас домой ну домой по линиям так что у нас тут сразу же банится спауны насколько я понимаю для дума особо туда и не собирается но не только для дума там можно что много спаунов каких-то делать наверное но много спаунов у нас уже не будет судя по всему шейкера конечно есть центрики видим шаду демон тоже тут на топе стоит вместе со снайпером и против них будет стоять кентавр вообще через соул кетчер в теории кентавра можно будет убить мне почему-то так кажется но как будет получаться на самом деле мы с вами увидим уже совсем совсем скоро так у нас тут выход мидл от подмысда d и со стрелой и вот он выход на вайпера стрела попадает это минус вайпер ну что 20 вертус про отличнейшее начало слушайте может быть действительно компас немного булки расслабили наоборот после предыдущего матча они типа на кураже вот сидова например конечно тут пробили но не слишком сильно то есть треть хп ему снесли вести ну ладно почти половину но это все равно пока не особо четкий такой мощный показатель снайпер у нас мы видим пока качается через шрапнельку а дальше то что он будет качать еще одна фиссурка кстати все как была неплохая не пролез бы тогда здесь товарищ еще раз погибает вайпер еще одна стрела настигла свою цель вайпер вайпер вайперочек но что же ты так а сдаешь позиции неужели посыпались компасы после того как они нас так сильно порадовали у нас будет что скучный финал неужели это будет еще один интернешнл не меня обвиняли в том что я говорил что финал был неплохой потому что финал плохой финал был плохой потому что вич гейминг отказались играть этот финал назовем это так вообще как таковой финал был действительно зрелищный да 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 просто что вичи сдались слишком рано и поэтому зрелище было только с одной стороны как шоу финал был не очень дано к в плане дотки именно уровня дотки он был действительно качественный дум возвращается на оффлейн 0-1 у дума и вот он стоит экспут здесь получает ну как получает ее тут нормально пытается донать еще раз зашел жотом еще раз готовится закидывать стрелу я не знаю правда почему тут вайпер так не знаю хотя вайпер сам по себе ведь медленный очень да у нее 285 моспида конкассив шат 40 процентов замедления дает вайпер ловит еще одну стрелу и это еще один минус это просто провал но на одном и том же месте погибает вайпер трижды уже и обычно в таких случаях кидается репорт вот на вайп вайпер сейчас мигает типа да короче меня тут стрелу кинули тут что-то сделали поставить вард можно я думаю поставить вард посмотреть что патма делает с какой позиции она стрелять будет в общем просто заниматься своими делами обычными но мне кажется это уже проблема суппортов почему они так не делают потому что седова тут все равно не убивают экспо делится на троих в результате мы видим что ребята мало вообще увидели у нас уже полный у нас же 50 до дума забирают прям под вышкой ну и компасы компасы как-то сдают позиции конкретно сдают позиции да финал тоже best of 1 друзья то есть игра возможно будет совсем совсем быстрой и напоминаю что победитель этой серии серии в бестфайде там в этой карты в один получает квоту на участие в айлиг в основном этапе айлиги ароу тара-та-та-там я намагниченный вайпер 0 4 все фраги вот 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 тут вот все четыре фрага были сделаны вы может и сюда перейдешь на другую позицию может там где сложнее будет попасть как-то я не знаю что это было это были была попытка убить по тму ну удачи причем вроде как остальные там чё стоят себе бегают на линиях формят хотя хотя мы видим тут неплохо достается арт сон 260 хп и тут 250 ура но урон логически поэтому бы не убила здесь снайпера ни в коем случае так пытаются принять сейчас седово седово тут подблочили хорошо обошли снайпер начиная тут раз печатать седуху и левела не хватило но вот а левела не хватило почему потому что что демон здесь куковал частенько ару что не точно на видимо а в крипа попала стрела так вайпер видимо решил что пацаны меня в меня в миде попадают стрелами что мне делать приходит год и говорит приходит дум говорит смотри днище я тебе покажу как надо играть приходит и умирает ну это я рассказываю стандартную игру из паба типа гос в аплайнами ты там круче но круче он был бы если у него артефакты были а так он пришел с тапком и стал шелдом против скаймак да и у него как бы ноль брони то есть и у маг что так вот по 166 пробивает с подачи а подачить их много вылетает у него пт на интеллект и нулик уже приобретен вайпер вайпер мой хороший вайпер прошлый раз его попали стрелой в этот раз и и его убили через сетку то есть вы понимаете что у вайпер есть явные проблемы с живучестью на этой карте вообще игра была проиграна на стадии пиков потому что вайпер сам по себе непонятен вообще непонятен куча ранжевиков и кентавр то есть вайпер не делает вообще никакой никакой работы полезной его ульта бесполезно у него все как бы бесполезно и ну пик реально плоховатый снайпер тоже непонятен потому что снайперу через ульт кентавра добежать труда вообще нет никакого шаду демон с шейкером тоже какая-то хрень то есть если бы был нормальный пик я уверен что игра бы сложилась совершенно иначе но так как пик из вот этого неповоротливого вайпера который 05 играет да думал 4 вайпер 05 вот два героя которые собственно и подарили девять фрагов не шейкер не шадоу демон не снайпер вайпер и doom два пока что героя этого матча вайпер 06 но первый фраг сделали нормально стрик саро я знаю это была строта вайпер специально так фидонил чтобы потом сорвать 772 голды с года это все было продумано вы ничего не подумайте ну шейкер хорошо хоть уже третий заимел так кентавр тем временем транквилы уже себе заполучил что там шестой сейчас будет а с шестым уровнем проблему появятся у этого героя в первую очередь потому что у него 663 хп его кентавра будет убивать в соло вот без шуток кентавр будет просто на него наступать бит два раза стан ударил два раза дабл-эдж ггвп вот сейчас например стоит этот снайпер тут думает что все у него хорошо но это все не так стоит шадоу демон думает что у него все тоже неплохо но это тоже не так и крипы убьют или нет нет крипы не добивая 24 хп шадоу демон воюет ловит дабл-эдж и снайпер добивает кентавра это кстати самый хороший вариант который мог произойти мне кажется самый хороший это чтобы еще и жиду демон выжил и чтоб потом потом убили но потом вот чуть 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 буквально не хватило зацепить и погибает кентавр снайпер выживает в результате так что все не так уж и кисло у нас тут кого-то поймали поймали у нас ела кентавр ой кентавр шейкер дальше не побежал шейкер испугался у нас видимо кого он испугался не знаю у нас есть тут скай 1 мейдж который покупать себе став и физа и и у него уже девятый уровень между прочим вайпер 17 вайпер пятого уровня sky mac девятого уровня у меня была такая ситуация вчера в папчике тинкер против кунки не я играл а какой-то рахит и вот кунка вышел с мида на девятой минуте 0 6 вроде или на восьмой минуте 0 6 и прилетает к нам тинкер с соул рингом травелами и даггером вот через десять минут и всего и до свидания и дагон еще через пять и как бы попа боль была серьезная просто в этой ситуации может произойти примерно такое же и кажется sky mac именно дагоны собирает потому что впечатку за сандаливать дагоном это прям вот самое приятное что можно делать варианты конечно есть ауты я имею ввиду у компасов это ну во первых тут убивают снайпера вот так и будет постоянно постоянно будет происходить просто в па те пацаны которые додку играют частенько они знают да расстановку приоритетов кого убивать нужно первую очередь убиваешь снайпера и у тебя вообще на все плевать но что снайпер он там в теории если переживет пару замесов при этом еще и сможет пару фрагов сделать то он все пиши пропала он потом всех расстреляет сейчас его просто загнобят и фламину вот йол например загнобил tower только что феноменально йол просто красава я даже смеяться не буду но это было смешно вот например разору сейчас вот снайпер объясняет что почем вот тут тоже минусочек конечно 15 4 это уже слишком грустно и по деньгам уже семь с половиной тысяч преимущества в virtus pro но все равно выглядит миленько очень миленько так куда там у нас патма ушла потом вообще 107 7 асистов у жотма жотом стрелами попадает в этой игре просто офигительно но вот как оказалось замедление против вайпера конкасе в шат который очень эффективен при наличии патмы что кидаешь там буквально ему чуть-чуть на ход и все замедление вайпера съедает с потрохами он больше вернуться не может нормально так шеду демон поставил вард и сразу убегать и ведь реально надо сразу убегать ару шеде чуть-чуть не по таймингу но ульта конечно скаймага накрывает без шансов второго левела уже кстати ульта уже тысячу демоджа тому шаду демона хп столько нету вообще ульта сейчас убивает любого скаймаг реально в соло сейчас способен убить абсолютно любого такие вот дела друзья дополнительно урон 45 процентов чтобы вы понимали вот так вот берешь конкассив шат пив пив смерть кентавр на ноге догоняет дума или догоняет нет пока не догоняет тому думаю еще физы но тут пошел план перехват стрела прям в табло ай да жет му ай молодеть как в рекламе у нас по телевидению нормально сразу куча дагеров кентавры в шаду шаманы еще только наверное этого не хватает скаймагу даггера сюда для полного счастья но это просто аннигиляция 18 на 4 что-то что-то переоценили видимо все мы в команду компас не но в предыдущей игре они были реально хороши они были реально сильны и четкие вещи делали а здесь что-то вот на стадии пиков поплыли пацаны ой да ладно ушел снайпер а почему он ушел а у него птшечка и брасер вот он вот он стратегический брасер кстати который только что вероятнее всего спас ему жизнь а 181 типичный мидер ха 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 ну вообще да реально типичный мидер оу нэйдж 20 на 4 12 тысяч голды преимущество а и и ну что дзынь мигают на шаду демона сейчас мол вот она следующая цель и догон давай ну а догон култа у него я хочу просто посмотреть сколько он бьет первого уровня так ну снайпер конечно хочет себе дофармить хотя бы какие-то айтемы если это можно вообще назвать айтемами думфы брасер 14 минут не слишком круто вайпер ну слушайте ну так если посмотреть то у вайпера вообще второй нетворс в команде 3100 вラем так что все еще не так уж у него есть плохо по отношению к его тиммейтам но скай маг в миде этого вайпера конечно перевернул нет не только скай маг безусловно там огромная доля успеха скай мага на щиту у Батме естественно так чтож этом тут тоже красавчик Хорошие стрелы выдавал. Чётко попадал. Вот он, тот самый Жотом. Он ещё, кстати, не разу не умер. 2.08. Ну тут вопрос времени. Только вопрос времени. Я не представляю, как должны побеждать здесь Компас Гейминг. Единственный вариант, при котором это возможно, это даггер у Шейкера. Единственное, что реально его спасёт. Если он нормально хотя бы разок влетит, сделают пару минусов, как-то зацепятся за эту игру, там, Дум на Разора на какого-то, убьют Шадоу Шамана, убьют, там, Скайрос Мага по Тму. Это ещё какой-то такой более-менее адекватный вариант. Другие все варианты я вообще не знаю, как это может быть. Только через хорошего Шейкера. Возможен камбэк. Ну вы видели только что, что произошло. Просто залетел даггон в печать, и всё. И до свидания. Ну вот он, законный хайграунд, есть Шадоу Шамана. Шадоу Шамана уже, хотел сказать, вторые ворды. Нет, ворды пока что первые. Но очень хорошо, тем не менее, они пока пробивают вышечку. Ещё и не подпускает здесь год никого. Оно и верно. Ух! Ух, Вайпер! Я у него... Вся жизнь уже перед глазами пронеслась, я уверен. При виде той стрелы. Не знаю, каким чудом вообще он увернулся. Чук-чук. Давай. Баум! И год уходит. Не, ну а что? В теории, конечно, если игра вдруг затянется до ультра-лейта, то компас будут, наверное, даже посильнее. Хотя я бы не сказал, что посильнее. Тут уже просто слишком хорошие... Слишком много денег, слишком хорошие артефакты. И убивать людей очень-очень сложно будет. Там всякие подмосфорстав, мемансящие. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что единственный вариант нормальный, это через хороший врыв ЕСа. Получится у него влететь? Влетит. Убьёт. Не получится. Ну, что ж поделать. Так, вот он, шадоу-шаман. Сладенький буболех. Фиссурочка. Ну, а почему не пошли дальше добивать? А, там сразу... Ииии... 56 хп. Не хватает снайперу дамаги. И это уже второй, между прочим, ассасинейт. Вайпер. Мой любимый вайпер. Жотом ювелир. Вот реально. Ему можно прям приписку к никнейму делать. Ювелир. В этой игре, по крайней мере, точно. Потрясающая точность. Вот под мы в этом матче. Не знаю, если бы тут была команда, которая проверяет точность попадания стрел, я уверен, там бы процентов 90 было. Зато... Ну, стопудово. Кого тут Дума у нас еще поймали? Ну, вот. Одна из тех немногих стрел, которая прошла мимо. И то виноват Шадл Шаман, естественно, потому что он поздно дал сеточку. Догон на Скаймаге, между прочим, это нормальная тема. Магический демедж у него бустится просто бешеным образом. И вы, просто нажав 4 кнопки, ну ладно, 5 кнопок, вы убиваете, опять же, большинство целей в соло. Просто проблема в том, что у него уже там есть форстап, у него там уже ПТ, стики грейджины. То есть он сам по себе уже такой плотный, маневренный, именно за счет форстапа. И Догон он себе уже может позволить. Так как там цели все достаточно тонкие, и практически любую цель он этим Догоном в печати будет ваншотить. В любом другом случае, если вы там на каком-нибудь всоснике саппорте, только если есть против вас какой-то очень-очень тонкий, но очень-очень мощный керри, например, какая-нибудь Мартретка, вот тогда еще Догоны более-менее актуальны. Так вариантов особо нету позитивных для покупки Догона. Ну, на Скай Магии имею в виду. Ну, хотя, с другой стороны, что ему еще? Аганим? Ну, вот Аганим может быть. И то больше двух ультимативных способностей вредка дадите. Но две это уже очень много действительности. Ну вот, Батму нашли, Дум, и это первый минус, кажется, или нет? Да, это будет первый минус Жотом, или заденает. Нет, не хотят денать. Улетел Гот от Жотома, и кем тут, кстати, до сих пор валяется? Тут нас еще Артеса поймали, и его убивает. Шаду, Шамон. Я не знаю, почему до сих пор еще ГГ не написали. Тут вроде как такой уже тотальный разнос. Дагон продолжает грейдиться, уже до четвертого уровня его поднял Гот. Да, и подходит все на тот же хайграунд. Что там у нас с вардами? Вот они, варды, уже у Йолы откэдэшились. И вот он Тауру, которого всего 580 хп. Давай, Шаду, Шамон, подходишь, ставишь варды, выигрываешь в доту. Не хочешь еще? Шейкер. Опа! Сидуха-то как по таймингу прыгнула, а? Да, получилось очень забавно, но тем не менее Сидой выжил. И не знаю, как так получилось, но он выжил. И снайпер еще со своей Шрапнейлю так, его тут подсейвили. Прыгает сразу же Гот, пошла ульта по снайперу. Снайпера стирает Скайрос Мейдж. И варды очень быстро, кстати, здесь разбиваются. Вышка потеряла всего порядка 120 хп. Интересно, что дальше у нас будет происходить. Пошла ульта от Кентавра, есть минус Шаду Демон. Вайпер пока особо близко не подходит. Оно и понятно почему, артефактов особо нету. Гот, точнее Жотом, очередную стрелу Вайпера засандалил. Вайпер у нас умирает. 25 хп нет, выжил. Эх, а Слэм достается, а Слэму мало, кстати, достал только по БЗЗ. Мигает, кто это мигает? Гот мигает на рейнджовый барак. Пацаны, это успех, это мировое признание. Минус Горец, но это уже не только мировое признание, это ЭГГ, наверное. О-о-о, да добивай уже его. Кентавр его с третьей попытки только добил. Ох уж эти, Virtus.pro. Не, ну, парни уже понятно, уже начинают потихоньку развлекаться. Развлекались они уже с момента покупки Дагона на Скайросмаге. О-о-о-о! 345 урона. Просто со стрелы. 345. Так, где Вайпер Мекку нафармил? Есть вопрос. У меня вообще много вопросов к Вайперу. Вот этому типичному 1-9-1 соло-мид Вайперу. Еще есть 1-9-0 оффлейн Дум. 0-2-0 шейкер, еще бог с ним. Снайпер всего трижды умирал. Вот это как-то странно. Его-то наоборот должны просто изничтожать. Но вот за счет того, что у него есть Мидас, он хоть как-то держит Марку, мы видим. Он держится в топе по Нейкорсу, причем, ну как, более или менее окайно. Почему Разор убежал так далеко? А, потому что только-только действие ульты Кентавра закончилось. Так вот, что я хотел сказать. За счет Мидаса он еще, видим, держится хотя бы в топ-3. У него действительно хоть что-то на руках имеется, что не дает его команде ливнуть прямо сейчас. Хотя уже близки, уже близки. Мне кажется, что все будет заканчиваться на том моменте, когда у шейкера появится даггер. Пацаны исполняют нормальный, реально хороший тимфайт. Если ничего не получится, то напишут сразу же ГГ, не задумываясь. Я тоже уже про эту тему говорил как-то, что вот вы играете, играете. Вас там уничтожают, уничтожают. Но уничтожают, потому что вы еще ни разу там не... Нормально не повоевали. Как только вы нормально, действительно, вы понимаете, что вы хорошо подрались, но вас убили вообще без шансов, то тогда уже, как бы, чего затягивать игру. Так, пошла у нас очередная шрапнелька. И вот он даггеру шейкеру. Давайте посмотрим. Все, готов у него даггер. Посмотрим на качество врыва. Эхо слэм первого уровня. Урона не так много. Тут реально уже жирные такие товарищи. Хорошо, что у них хотя бы пайпа нет. И то неплохо. Вот, ес! Ес! Блинкаут для того, чтобы просто отойти. Фисуркой, правда, двоих пацанов он зажал. Вышка по-прежнему стоит. Проблемы небольшие у Рейзора здесь. Ну и где он? Шейкер. Три, две, одна секунда. Все, даггер готов. И можно как бы врываться, наверное, да? Но там инвиз под мы. Так, тут был инвиз под мы. Окей. Все, инвиз под мы-то закончился. Вайпер, ну тебе в другую сторону, ну пацан. Ну вот туда, стрела же там была. Так, если что-то мана закончилась неожиданно. Так, ворды тут бьются. Понятно, там гем у Кентавра. Ничего удивительного. Дум, барабаны, Огр Клаб. Хотя бы ХП начинает появляться. Вот если посмотреть просто показатель ГПМа, мы видим, что 250 ГПМа нам демонстрирует Дум. 277 ГПМа у Вайпера. И один снайпер по-прежнему 4,2,5. Это как бы нормальный показатель. Голд перминит. Перминит. Готовится к заходу на хайграунд. Топа уже нет. Топ, кстати, пока еще относительно отпушен, как мы видим. И шейкер, шейкер. Да пойди ты, Смоук, просто нажми, встань вот здесь и залети из нормальной позиции. Там же ежу, уже понятно, что ты сидишь где-то в деревьях. На, что там у нас на графиках? На графиках у нас двадцаточка. Уверенная двадцаточка голды. И пятнашка опыта. Вот такие у нас графики. Вот. Та-та-там! Шейкер просто богоподобие. Вот реально. Сразу видно, что ребята Ну, такие, да, там, не самые опытные вроде бы Или парни конкретные у них не самые опытные Потому что драться-то они дерутся Мы видим, они там что-то даже отковырялись Вышку только потеряли, при этом забрали кентавра Очередная стрела в горца Артес, минус Убежал прям в мистик флеер Поздравляю снайпера Ну, скриптованность, вот-вот-вот То самое слово, да, скриптованность Еще не избавились от нее Парни из Компас Гейминг То есть Шейкер прячется в лесу Окей, прячешься в лесу Ловлю стрелу в лицо, умираю Эхо слэм он так и не дал, между прочим Поэтому Просто купить смоук, проюзать его на базе И стать где-то рядышком Банально ворвавшись из инвиза Это, видимо, не для таких вот пацанов Так, ну что, БКБ уже сейчас почти готово у кентавра Здесь Скаймак у нас Что, в Хекс, наверное, будет выходить? Ну, похоже на то, по крайней мере Патма вообще себе Владмер купила Вот, вот Джотму нечем заняться Он купил себе Владмер У него есть Топор и Владмер И Форстав Окей Все, в Рошана попали Рошана убивают И вот он, заход на Рошана Давайте, внимательно на него посмотрим Так, ульта Патмы Все, а тут Гем Да, тут Гем у Дума Поэтому ульта Патмы не вариант Еще и Сентрик воткнули Обходят с другого фланга И, кажется, сейчас будут проблемы у Компасов Да, в частности, у Шейкера ЛП делается очень четко Очень грамотно Из-за что им, конечно, отдельная галочка в карму А Компас, ну, реально, видно неопытные еще Хотя, то, как они там Обыграли Тим Тинкер Это Было весьма и весьма зрелищно Да, гуд гейм Вел плейд Выж começa Дайя Диа Диа Радиента Просто Вы Жит Выжиться wenn Гуд �ям Гн Г — Зак